Девушки отдыхают На территории Российской Федерации вводится закон, так называемый закон налоги на Google Подробнее, ну немножечко подробнее потом расскажу Дело в том, что мне сейчас в личку прислал один из подписчиков вот эту вот статейку И честно говоря, почитав ее, я понял, что что-то я как-то вообще раньше ни ухом, ни рылом не слышал вообще про эту тему Оказывается, с 1 января уже вводится И, скажем так, те, кто не относится к Российской Федерации, находятся в ближнем зарубежье Могут сказать, ах, меня это все равно не касается Но обычно так и происходит, что Россия что-то вводит в Россию А потом все остальное перетекает там И, как скажем так, я белорус, ну я думаю, что нас это в следующем году затронет Разница невелика В общем, смысл налога заключается в том, что иностранные IT-компании могут продавать свои программные продукты на территории Российской Федерации Уплачивая при этом налог на добавленную стоимость в размере 18% О чем это говорит? Дело в том, что практически все иностранное программное обеспечение будет попадать под этот налог А значит, вы еще дополнительно 18% из своего кармана отлистаете Давайте пробежимся по статье И в конце я немножечко выдам свое личное мнение Итак, мирное существование иностранных IT-компаний в Российской Федерации закончилось 15 июня 2016 года В окончательном чтении Госдума в этот день приняла закон, обязывающий иностранные IT-компании платить налоги с продажи контента в России Станет ли это трагедией для иностранных предпринимателей? Будет ли проще российским компаниям? Как следует действовать дальше? Ляжет ли налог на пользователей? Ну, какой-то странный вопрос Конечно же ляжет, таково, что ляжет этот налог Тут рассказывается, на что не распространяется этот налог Но это как бы уже выдержки Я статейку положу под роликом, то есть в ссылочке Если захотите, почитайте целиком В общем-то говоря, что исторически сложилось, что на территории Европы эта уже штука действует Но готовы ли мы к этому? Вот тут я немножечко не знаю, честно говоря Услуги по организации игрового процесса путем предоставления возможности использования дополнительного функционала игры за дополнительную плату не подлежат освобождению от налогообложения НДС Их реализация облагается НДС по ставке 18% в общеустановленном порядке То есть смысл заключается в чем? Мы играем в танки Игра условно бесплатная То есть мы можем спокойно ее скачать Начать в нее играть, 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 играть Потом мы решили купить премиум аккаунт Или нет, давайте лучше так Купить что-нибудь более значимое То есть, например, премиум танк Неважно какой Самый дешевый или самый дорогой Плевать Казалось бы, игра бесплатная Поэтому налог не должен Но нет Потому что если вы что-то покупаете в эту условно бесплатную игру Она уже перестает быть условно бесплатной И вы этот премиум танк покупаете с надбавкой 18% Во всяком случае Во всяком случае Так должно работать А вот кто будет платить эти 18% Будет ли это платить Wargaming? Или будете платить вы? Это большой вопрос Итак, поехали дальше Так, налог на Google С принятием этого закона Придется оплачивать иностранным компаниям НДС Так, если говорить более точно Все зарубежные организации Здесь дали перечисление таких самых популярных И известных организаций В том числе Apple, Sony, Microsoft Игровые компании Оказывающие услуги в электронной форме Российским гражданам Живущим на территории РФ Пользующиеся банковскими картами РФ Имеющим российский сетевой адрес покупателя Российский телефонный номер Обязаны выплачивать налог на добавленную стоимость Соответственно, если иностранные организации Осуществляют свою деятельность Без представительства на территории РФ Они обязаны встать на учет В ФНС России и платить налог То есть, если у вас представительства нет Но вы здесь что-то продаете Вы или давайте остановитесь на учет Либо вы пойдете лесом Как-то немножечко странно вообще Если я не хочу продавать в России То получается, что Россия не сможет купить у меня Игру или еще что-нибудь Ну, не знаю, как там все организовано Понятия я не имею Всех этих нюансов Но меня больше как бы интересуют комментарии По поводу того, что Кто-то там называет Это закон вообще Айти-феодализмом Хотя на самом деле На территории Европы Все это прекрасно работает И там феодализмом это почему-то не считается Поэтому я даже не знаю Как к этому относиться Ну и комментарии Известных таких лиц Надо понимать, что почти большая часть Разработчиков издается через западные платформы Типа АПП-Стор, Гугл Плей или Стим Потому что Потому что правильно говорить Попросту других-то нет Ну нет других Нет российской такой платформы На которой бы все это дело издавалось Российский рынок и так уже сократился В два раза в долларах Когда упал рубль Если к этому добавить еще и НДС Будет уже почти в три раза Очевидно, что большинство разработчиков Еще больше потеряет к нему интерес При том, что многие научились работать На западных рынках Поэтому будет меньше игр Для российского рынка Вырастут цены Все как обычно Далее Мы с вами будем платить Не будут платить НДС Гугл Ему все равно Тут я полностью согласен Гуглу, по-моему, вообще все равно Он будет просто добавлять 18% к стоимости продукта И это будет сказываться Только на конечном потребителе На гражданах РФ В общем-то В общем-то я с этим полностью согласен Ну что ж, поехали дальше Вот мне тут дальше интересно Официальное мнение Советника президента России По интернету Германа Клименко О том, как будут вести себя Игроки рынка В условиях Нового налогообложения Итак, цитата Честно говоря, я думаю Что не следует ожидать Никакой реакции от компании Во-первых, у нас абсолютная Волатильность в плане В паре рубль-доллар И эти 18% бегают Туда-сюда Ну так-то будет Не 18 бегать А гораздо больше Вообще-то так Если разобраться Сами продавцы толком не знают Что им делать Во-вторых Рынок сейчас достаточно конкурентный Если зарубежные Вот эта вот фраза Я просто вот под стол сполз Во-вторых Рынок сейчас достаточно конкурентный Если зарубежные игроки Хотят получить прибыль За счет потребителя И просто поднять цены Они тут же проиграют Нашим игрокам Аплодисменты PlayStation Network Покажите, пожалуйста Российский аналог Может быть, Steam А может быть, еще чего-нибудь Может быть, Microsoft Office Есть российского производства Такой конкурентоспособный Нет? Тогда о чем вообще идет речь? По-моему, Microsoft Вообще глубоко плевать Они монополисты В большинстве продуктов Вот И российских Российских конкурентов Просто нет Ну ладно В общем-то Это все ерунда Меня заинтересовало Там дальше немножечко Однако Учитывая тот факт Что если курс Долларов Приобретение Внутриигрового имущества Стабилен Как, например У компании Wargaming Кстати Походу Наш человек писал Тоже в танки играет Потому что шарит Про некоторые нюансы Введение DS Почувствуется более явно Чем у компаний Ориентирующихся На рыночный курс Доллара Но вот Здесь возникает Главный вопрос А будет ли Wargaming Брать Потери Вот именно За NDS На себя Или Подымет цены Сложит Скажем так Эти 18% На покупателя Или может быть Частично разделит То есть Например 9% Будет Сами свои прибыли Платить А 9% Подымет цены Тут возможно Все варианты А возможно Они просто Как и все остальные На 18% Накинут И пойдет Потому что Все-таки Wargaming Это иностранная компания Она белорусская Но по отношению К российскому рынку Она иностранная Как бы тут Чего не говорили Вот такие вот дела Ну в общем-то В общем-то Очень все Неоднозначно И я бы хотел сказать Что Наверное Все-таки Мы будем платить За танки Теперь больше Что скажется На популярности игры Что разумеется Где-то как-то ударит По онлайну По популярности И так далее А вот кстати Комментарии Антона Юдинцева Это основателя Улиток Понятно Что в любом случае Возросшая в последнее время Налоговая нагрузка На цифровые услуги Замедлит Развитие IT-рынка Ну Вполне возможно Скорее всего Так и будет Вот Введение НДС Скорее всего Не пройдет незамеченным Для аудитории игроков Все иностранные компании Крупные международные проекты Просто поднимут цену На 18% От выручки Как ни странно От нового налога Пострадают Не только потребители Паблишеры И разработчики софта Но и рекламные площадки Варьируя на грани Эффективности Иностранные паблишеры Будут вынуждены Снизить ставки При покупке Рекламного инвентаря Ну то есть Говорится о том Что по ютуберам Это ударит тоже То есть фактически Ютуб каналы Они на чем живут За счет рекламы Ну а если Спрос на рекламу Будет низким То и соответственно И цена На рекламу упадет Она и так уже упала Примерно в 5 раз За последние 3 года Так Неизвестно позиции Самых крупных Айти гигантов Таких как Эппл или Гугл Что сделают они Заплатят налог Ну я думаю Что они просто Накинут цену И ничего интересного Не будет На сегодняшний день Существующее настроение На рынке Достаточно Неоднозначное Ведь в рамках Экономической Нестабильности региона И если Переложить уплату Налога на плечи клиентов Можно существенно Проиграть Потеряв Конечных потребителей А заплатив Налог самому Просесть в выручки Но с одной стороны Потеря выручки В краткосрочной Перспективе Ведь бизнес Можно развивать И дальше Увеличивая прибыль А можно ли В будущем Вернуть преданность Игроков Уже испытавших Негативные эмоции Ставших нелояльных По отношению К бренду То есть Например Если Wargaming Завтра Накидывает Ну не завтра А с 1 января Накидывает 18% О чем говорит Аналитик Накидывает 18% Наверх То часть игроков Просто разочарованная В том что компания Кидает на деньги Ну не то что кидает Ну как бы Слишком жадно себя ведет Просто уходят Из проекта И вернутся ли они потом Вот в чем вопрос Ну вот С другой стороны Если компания Возьмет на себя Там полностью расходы Она естественно Вырастет в имидже Потому что Другие игроки рынка Они так не поступят Они Им плевать на то Что там Кто-то какой-то налог ввел Вот И компания Разумеется В этом выиграет Ну что ж В принципе Тут дальше уже Решение За Wargaming Что сделают они Ну а мы В ожидании Краха Ждем Нового года Потому что Ну как бы 20% От 18% Не то что там Очень много Но с другой стороны Возьмите там Какой-нибудь танк Там за Например 2000 Это будет уже 2400 Ну это существенно Существенная разница Она ощутима Она ощутимо Ударит по карману В общем ребят На сегодня у меня все Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Ну и пишите Конечно же Как обычно Свои гневные комментарии Что вы думаете По этому поводу Ну а пока Пока